Секундочку, что-то все время тут какая-то запись включается и отключается, судя по звуку. Так, скажите, давайте вначале расскажите немножко о себе, хотя бы чуть-чуть, чтобы познакомить наших, скажем так, слушателей с вами. Кто хочет первый начать? Хотя бы так, в двух словах о себе. Ой, я Анастасию не слышу. Угу, так, блин, что же делать? Анастасия, может быть, у вас отключил микрофон? А, ну, слышно сейчас? Пробиваться, да, давайте. Да, это микрофон был. Ну, могу о себе тогда рассказать. Да, расскажите, пожалуйста, что вас привело на наш курс, но еще будут такие вопросы, конечно, ну, мало ли, может быть, скажем так, будет это уместно. Слушаем. Я вообще художник-самоучка, вот, люблю также путешествовать, была в Мексике. И, да, я прям влюбилась в эту страну. И также, что меня привело на этот курс, это то, что я хочу развиваться, следить за своим здоровьем. И также у меня хромает баланс в жизни, то есть сложно мне найти золотую середину. И я знаю, что вы работаете не только со здоровьем, но в целом со всем организмом, с духовным планом. Я за вами наблюдала, наверное, еще лет пять назад. И мне было интересно, но никогда не возникало такой мысли, как прийти на курс. А в этом году я решила, почему вы меня очень вдохновляете. И я решила попробовать, тем более лучше развиваться с таким специалистом прекрасным, как вы, чем искать эту всю информацию самостоятельно. Спасибо большое, очень приятно. А, я с вами полностью согласна. В действительности пространство единомышленников – это самое такое лучшее решение, которое могло бы быть. А в каком стиле вы рисуете? Очень интересно. Это у вас призвание или вы учились на художниках? Я не училась, но я рисую с детства. То есть, можно сказать, это мое хобби, и я в этом направлении развиваюсь. То есть, рисую я в разных стилях. Я не люблю ограничиваться одним определенным стилем. Это как бы сковывает мои граниты, и мне сложнее самовыразиться. Я люблю рисовать портреты, если это карандаш. И также очень люблю рисовать картины маслом. Тогда это может быть как абстракция, так и реализм, то есть все, что угодно. Просто отображение моего внутреннего мира. Супер. Да, это прекрасно, когда человек раскрывает свои творческие способности. Я вообще вот заметила, это даже влияет на наше питание, потому что творческие люди, они подпитываются от своего творчества. А те люди, у которых нет вот такой отдушины, они просто вот технично работают. Как правило, им очень тяжело приходится, и иногда они ищут утешение в еде. Так что творчество, оно по сути вообще во многом помогает. Прекрасно. Спасибо большое, дорогая, за рассказ. Расскажите теперь, пожалуйста, немного о себе, Виктория. Сейчас расскажу. Я вообще исследователь по жизни. Вот, я очень такая, мне очень интересна жизнь. Я исследователь по жизни, бывшая балерина, с пяти лет занималась до 12 лет. Вот, в Подмосковье. И в Нижнем Новгороде, в театре опера и балет имени Пушкина. Также я бывшая модель. По причине, что у меня там что-то не получилось. Просто мне нравится эта сфера, она какая-то не очень. Вот. Да. По энергетике, так сказать. Вот. Также я аскет. Вот. Такой конкретный. Вот. Также практик очень древней техники медитации. Ну и вообще, в принципе, разных практик. Очень люблю животных. Начинающий путешественник. Я уже посетила четыре страны, в то время как мой муж посетил уже сорока. Вот. Ну, надо угнаться за ним тоже. Вот так вот. Все. Ну, вот как бы постоянно ищу новые идеи. То есть альтернативная медицина, альтернативные знания, секретные всякие знания. Вот. И постепенно вот так вот вышла на вас. Класс. Спасибо большое. Да. Я заметила по вам, что вы очень равносторонняя личность. И вообще у нас очень такие собрались люди необычные. Это очень приятно. Что ж, дорогие, давайте перейдем теперь к вопросам. У нас вопросы будут такие. По нашей программе, по первой, скажем так, по первому блоку. И дальше просто вопросы. Вот. И самое главное – это отвечать на первый вопрос, потому что это вопрос по программе. Ну, в общем, мы будем оценивать победителя по этим вопросам. И вы будете отвечать по очереди. Я, например, задаю первый вопрос, потом еще один вопрос, и перехожу к другому человеку. Кто хочет начинать первой? Могу я. Давайте вы выберите, кто будет первым отвечать. Анастасия, как вы хотите. Я могу первой. Если вы хотите первой, вы тоже можете. Давайте вы. Да, хорошо. Хорошо. Анастасия, тогда вы первая. Итак, что нужно делать по нашей программе, если у вас вдруг спонтанно началась паническая атака? О, сразу такие вопросы. Уже сразу такой гром среди ясного неба. Ну, у нас ничего легкого не бывает. Ну, я думаю, можно помедитировать, сделать дыхательные практики. Также очень хорошо помогает спорт. Он стимулирует выброс положительных гормонов, гормона радости. И за счет этого будет понижаться кортизол, гормон стресса. Угу, отлично. Ну, в принципе, да, это правильно. Так, и второй вопрос, который я хотела задать. Это сколько у вас было энергии по десятибальной шкале до вступления на наш курс? И сколько сейчас было? У меня был очень низкий уровень энергии, наверное, на троечку. То есть сильный упадок сил, даже встать с дивана целое дело. Сейчас стало намного лучше. Поначалу курс, наверное, даже стало хуже. Но я подкорректировала прием пищи. Оказалось, просто я неравномерно распределяла еду. И стало сил намного больше. Я же удивилась прям резко. Да, ну, прекрасно. Это очень хорошо. А как вот вы оцениваете, на какой балл все-таки было? Ну, так, плюс-минус. И на какой балл стало? Чтобы мы с вами поняли, к чему мы еще должны стремиться на двух оставшихся месяцах. Ну, наверное, было на троечку, а сейчас уже на семерочку. О, ничего себе, какую вы колоссально проделали работу. Это очень приятно на самом деле. Еще такой вопрос. Вот немножко о вас. Можете рассказать, кто вы, откуда вы и чем занимаетесь? Ну, в плане того, вы знаете, что в целом, да, вот очень многие люди, когда приходят на наш курс, они понимают, что они не хотят жить в том городе, где они живут. Они хотят изменить свою профессию. Вы довольны тем городом, где вы живете? Откуда вы? И есть ли у вас в планах, если будет много энергии, будет очень много развития, вообще переехать и как-то трансформировать свою жизнь как бы для творческого человека? Я сама из Украины, из города Харькова. Честно, у меня никогда не было желания жить в Украине. Я смотрела на людей, которые всю жизнь проживали в одной стране. И меня это пугало. Я боялась стать одной из них. И с первой возможностью я выехала из Украины. Сейчас я нахожусь в Польше. Но честно скажу, что своим местонахождением на данный момент я не довольна. Поэтому тоже сейчас рассматриваю возможности, куда бы я могла переехать. Вот, когда я была в Мексике, мне очень понравилось. Но обстоятельства так сложились, пришлось уехать. Надеюсь, меня дороги туда еще приведут. Конечно, да. Мексика – это идеальное место для жизни. Поэтому я очень надеюсь, что вы все-таки сможете здесь вначале просто пожить, а потом, возможно, захотите переехать, чтобы четко определить, что вам эта страна подходит. И я надеюсь, что наш курс вам в этом поможет. Итак, следующий вопрос. Переходим к Виктории. Виктория, расскажите, что нужно делать. А, это уже другой вопрос будет для вас, потому что вы уже знаете ответ. Итак, какая схема приема минералов? Ну вот в смысле, как вы принимаете минералов, как правильно принимать минералы? Потому что есть некоторые моменты, я думаю, вы знаете, которые нельзя допускать при приеме минералов. Вот как их правильно применять? Я обожаю, вот идеальный вопрос, я на него знаю, идеальный ответ. Все минералы, биотин, креатин, цинк, господи, ну вот эти вот все, кроме меди, их употребляем вместе с едой обязательно, с первым приемом пищи, а медь должна быть отдельно. То есть со следующим приемом пищи мы уже употребляем медь. Ни в коем случае нельзя на голодных животных, иначе может стошнить. Это при минералов. Блин, ну вы ответили на половину вопроса правильно, на половину неправильно. Ну пусть так и будет половинка, потому что вы реально ответили на большинство правильно. Но медь это тоже минерал, тоже надо есть с едой. Или вы это тоже имели в виду? Да, я так и сказала, что это в отдельный прием пищи медь, их нельзя вместе с другими. Да, 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 все, значит все правильно, потому что у меня показалось. Супер, мне удалось вас подловить, ну ладно, ну и мне действительно такого не было. Можете, да, тоже вот рассказать, сколько у вас было действительно энергии по 10-бальной шкале до вступления на курс, и сколько встало сейчас? Так, ну она скакала от 6 до 7, от 5 бывало. Вот сейчас от 8 до 9, потому что, ну вот если 10, я считаю, что это уже гиперсостояние, гипермозг. Для такого состояния один раз в жизни только доходило. Вот сейчас 8-9, но мне очень сложно от 7-ки было перейти на 8-ку. Я обязательно, ой, я специально пришла на курс, чтобы у меня была такая вот мотивация, чтобы постоянно это делать. То есть я ускорила время, я сейчас экономила, наверное, полгода. Вау, супер. И сколько же у вас сейчас энергии по ощущению? Сейчас прям 9, ну почти 9-8 с половиной, вот сейчас. Класс. Да, это очень хорошо. Сразу видно, что вы над собой очень поработали. А вот с какими вы сложностями, в принципе, сталкивались, да, перед тем, как прийти на, вот, скажем так, основные характеристики того, что вот вас не устраивало? Меня не устраивало, что не постоянство. То есть у меня были техники. У меня вот такая вот гора тетрадок о том, как принимать БАДы, какие БАДы. Но большинство БАДов, точная половина, которые я тут узнала, я о них не знала. Вот. У меня вот такие вот тетрадки, и у меня всё записано, всё идеально. Есть схема, идеальная схема, если её соблюдать, можно в короткий срок вообще так умолодиться. Но я просто этого не делаю, потому что оно же есть, оно же у меня есть. Можно и не делать, ну, у меня уже есть преимущества. Вот. И я хотела на курс прийти, потому что там будут люди, там будет мотивация, там будете вы, потому что вы у меня хорошая такая мотивация. Спасибо. Вот. И более с вами общение. Вот. В общем, для того, чтобы сократить время. Время как бы своё, потому что у меня бы сейчас вот это вот то, что происходит, растянулось бы на год, возможно, на два. А тут вот за месяц уже вот такой подъём энергии. Я уже столько всего получила от вот этого месяца, того, чего бы я за год не получила, сто процентов. Супер, спасибо большое. Какая высокая оценка. Очень приятно. Спасибо, дорогая. Так, переходим к следующему вопросу. Анастасия, скажите, какие из средств, которые мы пьём, отвечают за развитие мозга? Припены. Я не уверена. Так, что ещё? Если я не ошибаюсь, глутатион, нет? Так, может быть, вы имеете в виду глицин тоже на букву Г просто? Да, 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 глицин. Глицин. Так, что ещё? Есть ещё что-то, может быть? Я так не вспомню, если честно. Нет, но вообще, вы знаете, очень хорошо влияет ещё на мозг промывки. Прям, знаете, в голове просветается. Поэтому я думаю... А вы начали уже, кстати, их делать? Промывки и клизмы вы имеете в виду? Да. Нет, честно скажу, я до них ещё не дошла. Надо начинать. Вот как раз будете знать. А знаете, вот очень часто такое бывает, что я уже чувствую, что, ну, подустала, да, как бы уже голова. Так медленно нас отражает, и я иду, делаю промывку, и просто возвращаюсь, такая, знаете, как метеория, начинаю так быстро всё делать. Поэтому для тех, кто ещё не попробовал, вот знайте, что это работает так. Так, следующие вопросы. Расскажите, пожалуйста, с какими вы вот сложностями, в принципе, сталкивались, что появилось побуждающим фактором прийти к нам? В первую очередь у меня начало барахлить здоровье, упадок сил, как я сказала, также я начала поправляться, то есть здоровье в первую очередь. И во вторую это наладить баланс внутренний, потому что у меня были проблемы, ну, они ещё, как говорится, в процессе решения с финансовой сферой, с самореализацией. И я понимаю, что мне не хватает вот энергии на реализацию и не хватает также, как говорится, понятия, куда мне двигаться и что делать. И я хотела поднять свой духовный уровень и энергию. Супер. Вот вы на самом деле настолько пришли по адресу, потому что очень многие люди рассказывали после наших именно вот очистительных детокс-программ, что они реально находили себя, видели чётко смысл и просто жизнь разделилась на до и после именно вот с точки зрения призвания, понимания, как идти и при этом получать ещё девайс. От матрицы, то есть и финансовые стороны, и вдохновение и так далее. Так что я уверена, что эти сферы вы у нас закроете. Спасибо большое за ответ, дорогая. Так, теперь переходим к следующему вопросу. Виктория, назовите, пожалуйста, пять продуктов, которые вам нельзя есть на курсе. Мясо, молочное, рыба, дрожжи, сыр. Да. Что-то ещё? Мясо, как бы, да? Мясное. А, ну, мышное, это да. Да, это подружие, кто там находится. Супер, вы молодец, прям так быстро ответили. Класс. Так, и тогда следующий вопрос, тоже по нашей тематике. А какие цели вы ставили на первый месяц? И, как бы, добились ли вы этих целей, или, может, добились ещё каких-то целей? Вот, можете рассказать поподробнее. Я добилась целей намного больше, чем я ставила. Я там то, что ставила, я сейчас над этим смеюсь просто. Хотела вытащить всё у себя. Отсюда вот. Ну, это тоже. Да, я даже не думала, что будет выходить что-то серьёзное. Я думаю, что этого нету. А в итоге вышла, и я действительно удивлена. Вот, цели какие были. Ну, просто, чтобы я постоянно соблюдала режим. Режим БАДов приёма, режим питания. То есть, чтобы, ну, не было таких вот, типа, да ладно, потом. И чтобы постоянно ходить в спортзал. Чтобы спортом заниматься. Вот. Получила я намного больше. Я уже настолько раскрутила энергию сейчас, что я, конечно, в шоке. Я даже, наверное, какие-то суперсилы уже начинаю получать. Вот. У меня восстанавливается симметрия. Обычно у меня как-то вот искажается. Я как будто бы со стороны на себя смотрела. Если глаза закрыть, и вот начинает себя как бы проходить, да, вот таким вот вниманием. У меня как будто бы как-то со стороны вот здесь вот я за собой смотрю. А сейчас уже посередине почти. То есть, я уже вошла, ну, как бы там. Вот это вот. Вот я этого не могла добиться несколько лет. Для меня это было вообще, что я думала, это нашу жизнь. Вот. В общем, получила я раз в десять уже больше, чем я планировала. Как это рада, дорогая. В особенности мне вспоминается, как изменилось ваше лицо. Это вообще... Ну, вы сейчас выглядите реально лет на 14-15 без макияжа. Это поразительно. Я помню, что вы говорили, что вы хотели откатиться по возрасту, к состоянию ребенка и по внешности. И вот я вижу уже, что это происходит. Вы заметили? Да, я очень заметила. У меня были большие синяки, они очень сократились, их почти нет. Ну, понятное дело, что сейчас замазано, но их намного меньше. Я думала, они тоже никогда в жизни не уйдут. Плюс у меня как будто бы вот подтянулось такое и припухлое. Обычно вот так вот было. И вот всё равно как-то вот эта припухлость, она не патологическая, как у меня обычно. Я бываю опухаю там на один килограмм за одну ночь. А сейчас нет спать. А сейчас, да, вот какая-то такая натуральная, естественная и вот, ну, здоровая. Вот. Кстати, вот это уже. Да, это очень макияж. Уже. Вот. Класс. Это очень-очень здорово на самом деле. И такой ещё вопрос. Расскажите, пожалуйста, а как вы узнали о нас, о нашем курсе, о нашей работе? Вообще, я давно иду вот по похожему пути. Всё как-то вот около, да около. Смотрю, у вас уже три года где-то, чуть побольше. Ну, не вот прям постоянно, а так вот, какими-то моментами. Вот. Но я уже заранее поняла, что вот этот человек, Валерия, вот, как бы, вот это больше всего резонирует у меня. Вообще по мнениям, состояниям, энергетике и вообще пути. Вот. А пришла как? Видела в Инстаграме у вас, а это он на Маватаре, очень часто. Вот. И увидела, что есть бесплатный разбор. Решила прийти, показаться всё равно. Вот. Что вот я вот такая вот есть, может, кого-нибудь заинтересую. Вот. Ну, и в итоге, ну, вот такой вот сыграть момент, конечно, тоже хотелось. Тоже засутить хотелось. Вот. Ну, и в общем, я пошла в итоге. После того, как я провела час разговора по видео с разбором, я в итоге решила пойти. Думаю, надо пойти, всё равно, вот, если я сейчас пойду, значит, я сделаю правильно и я ускорюсь. Если я сейчас не пойду, то у меня будет всё офигенно в жизни. Но так, как бы, лично, вот, вот, только для каких-то вот материальных моментов. То есть деньги будут, еда будет, всё будет офигенно, но не будет самого интересного. Каких-то интересных моментов, сверхординарных таких вот, как бы, которые не ведут к старению смерти. То есть вот это будет, я буду стареть потихонечку там, вот, зато всё будет у меня супер. Я не буду страдать, вот, но это будет такой мини-сон. Я подумала, не, нафиг мне это надо, я не хочу. Я решила пойти и поняла, что вот с начала этого курса у меня изменится полностью жизнь. Я приду в одну из лучших верных реальностей своей жизни. Ну, полностью согласна. Вы такая молодец, что именно думаете о своей внутренней сути, что это не просто трансформация тела, это трансформация всех наших аспектов. Потому что, когда мы возвращаемся к своему эталонному телу, возвращаются все наши эталонные наработки. И мы просто начинаем плыть в этом потоке и ощущать подлинное счастье. Я действительно ощущаю тоже от вас это. И это всегда очень приятно, когда захожу в чат, словно мы с вами попадаем в выделенную реальность. И просто... Ну, я думаю, вы понимаете, о чём я говорю. Что-то следующее к следующему вопросу. Так, расскажите, пожалуйста, сколько часов нужно спать для того, чтобы омолаживаться? Десять часов. Ну, от восьми, это, я думаю, минимум от восьми. Вообще минимум лучше всего десять, а вообще двенадцать. Но вот так вот серединка, ну, как бы самое оптимальное, это десять. Да, прекрасно. На самом деле, я с вами полностью согласна. Это правильный ответ. И тогда следующий вопрос. Какое у вас было настроение по десятибальной шкале до вступления на курс? И какое стало сейчас? Изменилось ли как-то вот именно ваше восприятие, реальность, настроение? Потому что вот у некоторых людей, например, настроение зависит от каких-то внешних факторов. У некоторых от внутренних. У некоторых человек настроение. У некоторых вообще всегда в одном состоянии. Вот ваше состояние как-то поменялось? Очень поменялось. У меня было на шесть, на семь, на восемь. Сейчас у меня сплошной юмор. То есть где какие-нибудь напасти, кто-нибудь мне скажет какое-то оскорбление, я просто начинаю вот не смеяться, а ржать. Вот у меня постоянный юмор. А юмор – это одно из признаков, один из признаков гениальности. И вообще успеха, я считаю, вообще во всем. Юмор, особенно к негативным каким-то в кавычках аспектам, ну вот негативным проявлениям в жизни, да, это вообще, это десять баллов из десяти. Вот, у меня юмор вообще попёр везде. Я смеюсь повсюду просто. Как это, я как-то там камушек пнула, и то на улице засмеялась. На улице даже петь начинаю. Ну, народу нет. Я пою вовсю, прям, пытаюсь, оперным. То есть я стараюсь, но я не умею, но стараюсь очень. Вот. С мужем идём, тоже постоянно пою. В общем, десять из десяти. Класс. Спасибо большое. Отлично. Так, Анастасия, расскажите, как у вас поменялось состояние на нашем курсе? Что-то, как бы, вы заметили какие-то перемены? Да, конечно, заметила, и очень большие, потому что до этого у меня была какая-то, можно даже сказать, депрессия, потому что мне ничего не хотелось делать, я не могла себя заставить, вообще даже жить не хотелось вот вплоть до такого. И когда я пошла на курс, меня это очень замотивировало, настроение сразу поднялось. Может, я скажу, что не десять пока, но, я думаю, восьмерочка есть. И главное, у меня получилось не забрасывать зарядку, потому что я в течение этого года, наверное, раза четыре пыталась начинать. И вот две недели я срывалась. А вот уже месяц я занимаюсь. Супер, это очень радует. Думаю, дальше будет только лучше. Так, еще в вопросе. А какие продукты, три продукта влияют максимально на старение? Вот что люди едят, что прям вот просто себе вредят? Вот какие три продукта? Кофе в первую очередь, также мучные изделия, мясо, также можно к этому отнести. То есть, ну, в принципе, все вредные продукты, которые мы как раз исключили, они провоцируют старение. Да, это действительно так. Полностью с вами согласна. Это правильный ответ. Итак, следующий тогда вопрос. Расскажите, как вы узнали о нас? Как столкнулись с тем, что решили прийти на курсы и вообще узнали? Вот какими способами? Изначально я вас увидела, наверное, я уже точно не помню где. Возможно, где-то на Ютубе, возможно, в Инстаграме. В Инстаграме еще давно-давно. И вот изначально вы меня заинтересовали своей очень неординарной красивой внешностью. И я стала вас смотреть и думаю, что такая красивая девушка рассказывает. А потом мне очень стало близко по духу, как вы смотрите на мир в плане духовного развития, в плане того, что можно даже, так сказать, вы идете как бы против традиционных методов и систем. И мне это очень отозвалось, потому что я очень многие взгляды разделяю с вами. И с тех пор я начала наблюдать, мне стало интересно. А в этом году, наверное, у меня была такая, скажем, депрессивная точка. Мне так не было плохо, наверное, никогда. И я подумала, что я так больше не хочу, не буду, надо что-то с этим делать. И вот я вспомнила про вас. Думаю, кто, как не Валерия, меня научит. О, супер, спасибо большое. На самом деле этот год действительно такой был очень сложный. Надеюсь, следующий будет лучше. На то, что мы с вами воссоединились на одном курсе, я точно уверена, что так как раньше уже не будет. Вы выйдете из этого курса к другим человекам, и у вас создадутся новые нейронные связи, реакции вообще на все, что нас окружает, вы станете намного сильнее. Я в этом даже не сомневаюсь. Спасибо большое, что поделились, дорогая. Так, переходим к следующему вопросу. Виктория, готова? Почти. Так, что-то пока никто не проигрывает. Что-то тут учет. Ну, еще есть возможность. Но на самом деле я хочу, чтобы вы все выиграли, так что я там шучу. Странно. Так, расскажите, какое самое сильное антипаразитарное средство из всех, которые мы пьем в первом блоке? Черный орех? Сода? Так. Какие еще варианты? Ну, вряд ли кошачий колготь или муравьи. Мало. Ну, вот именно, наверное... А, это ретрин. Ретрин. А, это, смотрите, я не уточнила, видимо, какое... А, нет, самое мощное противопаразитарное средство. Ну, это что-то типа адреклизм. Ну, вы правильно ответили. Черный орех. Да, действительно, это самое мощное средство. А если туда еще и добавить эфирных масел, то это вообще просто разрыв. Но на втором модуле, на втором, точнее, блоке у вас будет средство еще сильнее. Так что ждите. Так, следующий вопрос тогда. Расскажите, что вам понравилось больше всего в этом нашем первом блоке? Вот что самое классное, что вам понравилось? Даже не знаю, что. Я хотела сказать все. Самое такое, знаете, что мы с собой себя в мыслях говорили, вот это так классно, супер. Ну, то есть я, например, всегда, когда что-то классное происходит, говорю, ну, как же вот это классно? Может, у вас тоже такое есть? Классное, это предтренд-психотик. Ааа. У меня вот ответ. А вы раньше не пробовали его, да? Я не пробовала в эпизме. Согласна. Вы раньше не пробовали его вообще? Я вообще предтренд раньше не пробовала. Это первый раз в моей жизни, когда я пробовала предтренд. Ну, все. Это в вашей жизни изменится до 100%, но она уже изменилась. Это сомнение. Дорогая, еще такой вопрос. Были ли какие-то сомнения, прежде чем вы вступили на курс? То есть, вот просто очень часто люди сомневаются, стоит, не стоит. Вот у вас какие-то сомнения были? Кроме сомнения, смогу ли я вывезти по деньгам, вот. Потому что у меня постоянно то туда, то сюда, вот. Вот единственное сомнение, что вывезу ли я по деньгам. Вот, и все. Больше сомнений никаких. Если бы этого вопроса не было, я бы уже давным-давно к вам пошла. Я бы уже, блин, уже столько бы сделала. Вот этот вопрос, блин, материальный, он, конечно, самый такой тормозящий в этом мире. Ну, тогда такой уточняющий вопрос. Как вы чувствуете, эти деньги окупились, они окупаются? Ну, то есть, я все время еще мучаюсь вопросом. Не продешевила ли я со своим курсом, не даю ли я больше, чем хочу? И вот такой вопрос очень интересный. Вот как вы чувствуете? Потому что я сама не знаю, этот курс окупается вообще? Ну, в плане того, 100% окупилось. 100% тут даже больше, потому что я считаю, что не деньги главное, а результат, который я получила. И то, что я сейчас уже успела получить, это не стоит этих денег, потому что эти наработки у меня останутся на всю жизнь. Эти привычки, эти знания о БАДах, эти знания вообще о том, как полностью свой аватар очищать вообще на всех проявлениях. Вот эти деньги, это вот, ну, сейчас они представляются как какие-то монетки, 79 монеток таких. Вот, я думаю, ну, и вообще пофигу, они это заработаются, а вот качество и обновление и переход в новую реальность, это, ну, это неизмеримо в деньгах, я считаю, в таком случае. Вообще даже говорить нечего. Вот, ну, вообще это бессильно, на самом деле, если человек делает всё по правилам, всё соблюдает, каждый день, как я это делаю, ну, я, конечно, не прям 100%, у меня на 99, наверное, вот, ну, если всё соблюдать, можно понять, что, вот, ну, просто понять, как зарабатывать так же и вообще, ну, на пофиг, это всё покупать чисто для того, чтобы себя поднять, ну, на, ещё на ступени выше по энергетике, а энергетика, я считаю, это самая, как бы, вот, весомая валюта, потому что она и тело омолаживает, и вообще всё, ну, всё творит. Да, согласен, 100%, это очень приятно слышать, благодарю вас, дорогая, класс. Что ж, Анастасия, переходим к следующему вопросу, и хотела вас спросить, можно ли называть свой возраст другим людям? Нет, потому что возраст — это всего лишь цифра, важно, как мы себя ощущаем, важно, как у нас работает физическое, духовное, ментальное тело, на какой возраст. То есть можно и в 100 лет, скажем так, иметь и тело, и дух на 20, и точно так, в 20 на 100. Поэтому, ну, когда человек оценивает вас по тому, как, какой у вас возраст, это уже говорит о том, что человек, так сказать, недалёкий, то есть ему ещё нужно расти и расти. 100%. Это действительно так и есть. Поэтому сразу можем делать вывод, собственно, стоит ли с такими людьми общаться. А вот такой ещё вопрос. Какое состояние сознания и настроения должно быть у человека для постоянного омоложения? 10 из 10. Ну, если хорошее настроение, это уже даёт нам энергию. Если у нас полно энергии, у нас есть силы что-то делать, развиваться, работать над собой. К этому ещё нужно добавить осознанность, чтобы мы понимали, чего мы хотим достичь и ставили себе правильные цели. И, имея на это ресурс, тогда мы будем идти и добиваться этого. Да, 100%. Поэтому мы вот как раз таки и даём косвенные такие различные рекомендации, различные средства именно с целью поднятия настроения и осознанности. Потому что именно в таком настроении у вас куча энергии, вы можете и спортом заняться. Очень многие люди у нас в группе занялись спортом. И другими вещами, потому что когда хорошее настроение, ты как бы летаешь, лёгкий на подъём. Поэтому очень-очень хорошо. Расскажите, пожалуйста, а какие вы цели ставили на первый месяц? Удалось ли их достичь? И что вам больше всего понравилось? Первая цель у меня была пополнить свою энергию, чтобы у меня было больше сил. Вторая цель у меня была, чтобы я, скажем так, не сливалась каждый раз, когда мне лень. Чтобы у меня был режим. Ну и в целом, чтобы у меня появилась какая-то мотивация жить и действовать. И я могу сказать, что все эти три пункта я закрыла. особенно с режимом. Я вообще от себя в шоке, что я так могу. Вот, вы понимаете, вы мне вдвоём говорите про режимы, про дисциплину. Я начинаю понимать, как это важно вообще для людей. Ведь действительно, у меня тоже раньше этого не было, ещё до того, как я не занималась именно прочищением организма. И тоже вот так всё было хаотично. А сейчас, знаете, иногда я даже не пользуюсь ежедневником. Я и так всё запоминаю. Вот настолько это улучшилось. Так что я думаю, у вас это будет расти, расти и расти многократно. Супер. Так, и тогда следующий вопрос тоже к вам. Расскажите, пожалуйста, были ли у вас какие-то сомнения, в принципе, да, вот по приобретению этого курса? Сомнения, наверное, было единственное в том, хватит ли мне силы воли придерживаться вот такого как бы темпа, ритма и соблюдать всё. Потому что я тоже понимаю, что если не соблюдать или там какой-то произвол делать, то результата не будет или он будет не такой. И тогда смысл как бы тратить время, если ты ничего не достигаешь. Поэтому я боялась, что у меня не хватит, скажем так, вот этой зажигалки внутренней действовать. Но её хватило. Супер, это очень радует. И будет так ещё и дальше, я на 100% в этом уверена. Спасибо большое, дорогая, за ответ. Так, переходим тогда к Виктории. И следующий вопрос, который я хочу задать. Какой у нас самый главный орган молодости в теле? Тимос? Ну вы прям сразу, сразу так пристрелили. Ну вообще считается типа орган молодости печени. Мы-то с вами знаем, что первое это тимус, а второе уже это как бы печень и всё остальное. Так что вы прям в точности попали. Для тех, кто не знает, тимус это орган, который, он находится здесь, он отвечает за иммунитет. И после переходного возраста он уменьшается и постепенно атрофируется. И это неправильно. У нас есть способы его активации для того, чтобы он работал постоянно, на постоянной основе. Отлично. Тогда следующий вопрос. Расскажите, можно ли при помощи питания изменить генетические болезни и предрасположенность к каким-то генетическим родовым болезням? Просто при помощи питания и очищения? Конечно. Абсолютно только так, мне кажется, даже. Супер. Ну вы прям сразу подкованы в этой теме. Это очень радует. Так, и теперь же скажите тогда в следующем вопросе. Было ли что-то на курсе? Можете отвечать честно, я не обижусь. Что вам не понравилось? Или вы что-то хотели улучшить, но постеснялись сказать, но вы как-то по-другому что-то ожидали, а оно вот не совпало? Мне не понравилось, что не все замотивированы, что не все, как я постоянно в чат пишут, что вот настолько человек, наверное, около пяти, так более-менее пишут, а остальные не пишут. Я думала, как они там все чувствуют, что они думают, потому что вот я когда, допустим, ну я на себя перекидываю состояние и пытаюсь представить, что человек испытывает. Вот если я не пишу, просто наблюдаю, я понимаю, что человек вряд ли прям, ну, делает все по постулатам, которые вы даете и получает какие-то результаты. Ну, или просто он такой наблюдательный. Ну, я тоже такая постоянно вла, я ничего не писала, не хотела выходить в интернет. Там постоянно такое целомудреннее вообще состояние напрочь просто. Вот. И я понимаю, что это за состояние. Просто хочется, чтобы народ ощутил это. Потому что, когда такое ощущаешь, уже, у меня даже есть мурашки, уже назад пути нет. Я просто хочу, чтобы они это почувствовали, чтобы поняли, что вот есть свобода вот в этом вот плане, что не надо думать, что-то сидеть, наблюдать, быть наблюдателем, таким мудрым. Это все чушь. Надо действовать и делать, 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 делать. Даже если хочется отмазать. У меня не один раз были вот желания отмазаться, не делать там, не отправлять. Я через силу все делала. Зачем пришла? Чтобы постоянно делать, делать все по списку. Ну, и вот, добилась результата. И так это даже очень удобно для меня, потому что я, вот у нас с вами цель улучшить вашу фигуру в плане форм. И я вижу, чем вы питаетесь, и я спокойна. И мы даже не тратим время на то, чтобы выяснять, уточнять. Я вижу, что вы едите много протеина. Я каждый раз радуюсь, когда я вижу, что вы на батончике едите. Думаю, так, так. Плюс полосыть на тропове. Плюс чуть-чуть грудь. Плюс к рукам. Супер. Потому что это действительно работает. Поэтому это даже мне очень полезно. Поэтому я надеюсь, что наши участники прислушаются к вам. Ну, и начнут, я не знаю, хотя бы раз в день что-то писать, скидывать. Или хотя бы раз в два дня какую-нибудь фотку. Или что-то, что они готовят. Это же несложно. Приготовились или есть. Взяли телефон, шелкнули. Потом выложили, когда есть время. И все. Это несложно. Поэтому хорошо, что вы о том сказали. И тогда следующий вопрос. Почему все-таки купили, точнее, даже не купили, а приобрели этот курс именно у нас? Почему пришли именно к нам, а не к кому-то, например, другому? Ведь таких тем очень много. Ну, хотя прям вот такой темы у меня нет. Но, тем не менее, как бы есть там по мотивации курсы и так далее. Почему вот именно ко мне пришли? Ну, а смысла нет просто другое брать. Тут есть все в одном, а у остальных как-то вот все разбросано. Надо у нескольких человек купить, чтобы хоть как-то приблизиться к одному цельному вашему курсу. У них нет такого вот тонкого момента. Ну, как бы сказать, все как-то разделено. То есть у вас все собрано в одно и очень структурировано, и очень большой опыт в этом плане. А у них они как-то вот, ну, разбросаны. Нет вот такой вот комплексной работы. Есть там чисто по психологии, по питанию, но все вместе, это вот, это надо сделать все вместе, потому что только так будет реальный, быстрый и вот сэкономить время от результата. Да, полностью с вами согласна. Так, ну что ж, прекрасно. Переходим тогда к следующему вопросу. Анастасия, расскажите, пожалуйста, могут ли определенные продукты повлиять на характер человека? Конечно, особенно если у них в составе есть грибки, то 100% они будут пожирать полезные элементы. Ну, и не только если грибки, вот, допустим, мясо. Тоже это продукт распада, в нем куча негативной энергии в момент убийства животного. И, конечно, это все сказывается на человеке, на его самочувствии и, как следствие, на его эмоциях, на его состоянии, настроении. Допустим, люди, которые много едят нас, они очень раздражительные, агрессивные. Так что, конечно, 100%. Да, да, вы абсолютно правы. И же вы в этой теме очень хорошо осведомлены. Тогда, может быть, вы можете уточнить, какие продукты точно влияют на плохое состояние? И какие на хорошее? Вот, может быть, парочка. Ну, на плохое мясо, это, как я уже сказала, потом, допустим, яблоки, цитрусовые, потому что грибки содержатся, и за счет этого в меньшем количестве, чем мясо, но тоже провоцируют. Молочные продукты также, яйца, рыба, вот, все это. Также, допустим, жареные продукты, они тоже не являются полезными, в них много канцерогенов. Это тяжело для печени, и тоже, когда ты чувствуешь тяжесть в животе, поправляешься, это даже вот просто банально поверхностные причины, почему становится тебе нехорошо эмоционально. Ну, а полезные? Полезные, ну, допустим, морковка. Она полезна, богата витаминами, также полезна для зрения. Потом, не знаю, ну, вот остальные фрукты, например, банан, он очень калорийный, насыщает, у тебя появляется больше энергии, больше сил, за счет этого улучшается настроение. Также здесь очень полезна она чистит организм, после нее легкость в желудке, и, конечно, тоже, соответственно, настроение лучше. Вау, да, все правильно, вы молодец. Очень хорошо в этой программе уже разбираетесь. Так, и тогда вам тоже у меня такой вопрос, а почему решили прийти именно ко мне? И вот как оцениваете работу со мной ожидания и реальность? Ну, я скажу сразу, что я пошла, потому что мне были близки ваши взгляды, мне очень понравилась ваша методология, что вы там не пичкаете лекарствами, или, как уже Виктория сказала, не узконаправленно на одну тему, там есть диетологи, есть психологи, повторюсь за Валерии, за Викторией, прошу прощения. И поэтому я считаю, что у вас самый идеальный курс, потому что в нем все собрано, и методы лечения очень такие, скажем, безобидные, безопасные, и очень положительно влияют просто на все сферы жизни, не только на здоровье, а и на духовный план, на ментальный, ну, в общем, я даже не знаю, что еще добавить, потому что тут просто есть все, что может быть необходимо. Супер, спасибо большое. Очень приятно это слышать. Что ж, следующий вопрос, тогда Виктория. Виктория, расскажите, пожалуйста, какое главное изменение произошло с вами после того, как вы вступили на программу. Здесь не только имеется в виду внешность, хотя по внешности тоже интересно, а также ваше внутреннее состояние, характер, я не знаю, может, работоспособность повысилась. Да, я сейчас работаю в графике 2.2. До этого я прям вставала еле-еле. И вот для меня день длился очень долго. Сейчас я, когда на работу прихожу, я не успею просто глазами, ну, вот реально, глазами моргнуть, я уже домой. Уже осталось там полчаса до того, чтобы уходить домой. Это очень быстро как-то проходит, и я вот постоянно что-то делаю на работе, даже для себя. То есть мне не приходится ждать, смотреть на время, когда домой, когда домой. Вот. Что ещё изменилось? У меня появился юмор. До него я шла очень долго, потому что, когда юмор появляется уже ко всему, это уже такой, ну, офигенный знак на самом деле. Да. Плюс, да, вот. И плюс у меня ещё как-то, я почувствовала изменение состояния. Я смогла увидеть вот этот момент от того, как одна моя ветка реальности меняется на другую. Именно момент промежуток. Обычно это вообще неизбежно. А тут я прям, когда сделала клип, я почувствовала, что у меня начинается совсем другая вот часть жизни. То есть у меня как-то смылось одно, и что-то спустилось в другое. И после этого у меня там что-то вышло. Вот. Такое. Вот. Ну и в общем, вот это я заметила. Но это очень ценные моменты. Некоторые люди никогда в жизни такого не могут почувствовать. Супер. Это очень, очень радость на самом деле. Расскажите, было ли что-то, что вас удивило в этой программе? То есть, что вы вообще не ожидали, а вдруг узнали об этом? Или как-то вот просто увидели, что, что здесь такое, чего вы совершенно не ожидали? Нету. Нету. Как заплатили. А можно я кое-что от себя дополню? Конечно. Вот. Вот я сейчас в таком вот виде, я не всегда такая была. У меня до 13 лет было ещё нормально. После 13 лет у меня пошёл ужас. Ну, там, в течение одного года-двух у меня очень снили. Ноги фиолетовые были очень опухшие. Они были скручены в себя. Я не могла дойти до магазина без боли. И я постоянно лежала в кровати. Мне до туалета было дойти очень тяжело. Я могла терпеть очень долго. Ну, вот такое, да, вот такая вот искренность, но я расскажу, то есть, что я вот не такая идеальная, вот взяла, ну, появилась. Вот. И у меня были очень, ну, такие серьёзные загоны в голове, много ограничений, такой свободы, как сейчас, не было. О юморе вообще я даже не думала. Вот. Это вот началось с 13 лет. И у меня ноги реально были скручены в себя. У меня был позвоночник ровный. Я смогла выровнять кости, когда я начала идти по этому пути и его как бы вот развивать, изучать и делать всё конкретно, как было вот то, что я искала. У меня получилось выровнять ноги. А, кстати, у меня были такие, ну, такие моменты на ногах, очень много пятен красных. Вот. В общем, полная жесть была. У меня даже, ну, фиолетовый был, весь вниз. Сейчас у меня всё пропорционально, идеально выровнены ноги и позвоночник, что очень тяжело даётся. А у меня получилось за какие-то 10 дней. но это вот надо очень сильно энергетику сделать, просто вот там конкретные такие моменты. И, кстати, и вот этот путь как бы был очень близок к тому, что вы даёте. Просто я не знала ещё кое-каких решивых моментов, но даже вот зная вот то, что я знала, у меня получилось выровнять, потому что я делала это постоянно. Вот. Так что у меня не было такого, как сейчас. Да, это прекрасно на самом деле, что мы работаем над собой, каждый день улучшаемся и находим способы сделать себя гораздо лучше и внешне, и внутренне. Я смотрю, вы прям настолько хорошо на все вопросы отвечаете, что скоро уже начну задавать более такие, наверное, тяжёлые вопросы. Но пока что ещё такой вопрос. Какой, скажем так, как эти результаты, точнее, которые вы на данный момент получили, повлияли сейчас вот на вашу жизнь конкретно? Очень повлияли. Я уже начинаю мыслить вообще по-другому. Я не думала, что до такого вообще в жизни смогу дойти, чтобы так мыслить. У меня начинаются интересные идеи. Я начинаю очень много экономить времени и очень легко убирать ситуации, которые могли бы сделать как бы какой-то скандал или какие-то негативности. Об этом вообще забыла. Хотя у меня такое было немало. Сейчас вообще это как-то прилетает мимо, как будто бы это не моё. Просто от меня как бы отталкивается. Вау. Да, я забыла вам. Большое. Ну, я поняла, изменилось состояние сознания, вы стали гораздо осознаннее. То есть, ну, это, кстати, чувствуется. И по поводу юмора, я вообще думала, что вы всегда такая, всегда такая весёлая, энергичная. Мне даже сложно представить, что вы можете быть другой. Представляете себе? Да. Вы такая же, как меня. Все это заметили. Даже Константин говорил мне, вот Виктория такая активная, супер, сколько у неё энергии. Я говорю, да, вот так вот. Виктория у меня одна из самых таких учениц, которые больше всего работают. Ну, видно, да, по вашему чату, что я когда к другим ученикам захожу, они не каждый день мне отвечают. Или отвечают по чуть-чуть. Или если ответят много, то один раз в неделю. А вы мне всё время, отчёты разные, всё вообще, всё, что только можно. И такой контакт мне очень нравится. Когда ты просто чувствуешь полностью всю поднапротную человека, с которым ты работаешь, тебе проще ему помогать. Поэтому большое вам спасибо за такую обратную связь. Это реально очень мощно. Благодарю, очень приятно. Так, последний вопрос, который вот из этого блога к вам. Что можете рекомендовать другим по поводу нас, вот людям, которые вообще ничего про нас не знают. Вот чтобы вы от себя могли порекомендовать им. Я бы сказала, что если вы придёте на данную технику, данный курс, и будете выполнять всё в точности по той инструкции, которую вы даёте, эти люди просто изменят жизнь напрочь. Даже если у кого-то там всё как бы более-менее нормально, то, что вы почувствуете, этого вообще можно никогда в жизни не почувствовать. Так и умереть. Слово ужасное, что они не знают, что так можно. Да. Понимаете, что я говорю. Супер, спасибо большое, дорогая. Очень приятно. Так, передвигаемся тогда к следующим вопросам к Анастасии. И уже сейчас будут более сложные вопросы, потому что нам нужно же выбирать победителя. Вот. Тогда такой вопрос. Какие животные... Вообще, есть ли животные в мире и какие, которые живут вечно, бессмертные? Ну, наверное, только из мифологии. Не знаю. Ну, можно из мифологии? Я спрашиваю про реальных животных, которые существуют. Я знала, что есть такие. Там есть такие. Единорог. Если что, это медуза. Есть такие, да, медуза. Она живет вечно. Вот. Если что, обязательно погуглите. Ну, ничего страшного. Следующий вопрос сейчас дам Виктории. Посмотрим, сможет ли Виктория ответить. на этот вопрос уже нет, потому что уже Виктория знает этот вопрос. Тогда я задам другой вопрос. Вот скажите, Виктория, в этом... Сейчас, секундочку. Здесь два именно таких самых сложных вопроса. Есть ли в нашем теле, в нашем аватаре органы, которые не регенерируются? Или все органы у нас регенерируются? Да, припасла самый сложный вопрос на конца. Мне кажется, все регенерируется, как может что-то не регенерироваться. Но я знаю, что что-то не регенерируется. Тогда бы не был задан, наверное, вопрос. Вот. Но я думаю, что все можно регенерировать. На самом деле, вы ответили правильно. У нас все регенерируется. Все. Единственный орган, который регенерируется дольше всех, это сердце. Но все остальное у нас регенерируется. У нас даже скелет полностью регенерируется в течение трех лет. Представляете себе? Но самый быстрый орган регенерации это наша печень. Как бы на втором месте по молодости. Что ж, тогда я скажу так. Вы победитель. Виктория, вы ответили правильно на все вопросы. И я вас с этим поздравляю. Вы получаете крем Мария Оршич. Поэтому после нашего эфира Мария Оршич, да, это один из моих любимых кремов. Сейчас покажу. У меня тут даже такой крем стоит. Вот он. Вот. И после этого напишите свой адрес и я вам его вышлю. Ну, не расстраивайтесь, мы вам подарим книгу «Рецепты красоты и молодости». У вас ее нет, надеюсь? А то будет обидно. Нет, благодарю. Я очень рада за Викторию. Она молодец. Буду тянуться к ней. Класс. Да, ну, нам надо было выиграть победителя, но все равно эта книга, поверьте, это очень мощная книга. Вот вы после того, как попробуете эти рецепты, еще не факт, что вам потребуется покупать столько косметики, сколько вы покупали раньше, потому что ваша кожа будет настолько сильно омоложена постоянно. про косметологов вы точно забудете, это вам уже не потребуется, потому что у меня такие средства в этой книге, которые реально меняют внешность очень сильно. Я за нее ручаюсь, так что вам это тоже очень понравится. Благодарю. Еще я хотела добавить, вот вы когда говорили ранее, что очень много лучше использовать натуральные продукты для ухода за телом, за волосами, я не знаю, я за это не задумывалась раньше, а вот после того, как вы сказали, я думаю, действительно, ведь это так, потому что там сплошная химия, зачем вообще мы пользуемся этими кремами всеми, когда можно натуральные продукты взять. Вот, вот, и причем это просто, на самом деле это просто, у меня там нет сложных рецептов, ну, потому что я сама не люблю, вот, знаешь, в ютубе заходишь в видеоролик, и там какие-то склянки, баночки, весы стоят, и они начинают какие-то сложные слова говорить, какие-то там эмульгаторы, я вообще вот это все не люблю. У меня все просто, ясно, как бы, без всяких весов и так далее, все нормально приготовляется и прекрасно работает, вот, поэтому, если вы тоже не любите таких сложностей, то моя книга вам будет просто идеальна. А вот еще такие пара вопросов, ну, чисто уже по нашему курсу, а какие, как эти результаты, которые вы вообще получили на нашем курсе, повлияли на вашу жизнь, и что вы можете рекомендовать другим по поводу нас, вот, что бы вы им сказали? Как повлияли, как минимум... Интересно, как на данный момент. На данный момент мое настроение стало намного лучше, прям, вот, я влажу из этой ямы депрессивной, вот, с режимом мне это очень помогло, ушел, живот у меня немножко выпирал, живот, стал плоский обратно, и кожа на лице посвежела, от масок вообще эффект вау. Да, я вижу, такие красотки тут. и порекомендовать, 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 конечно, приходить к вам на курс, не домоваться, потому что, ну, могу по себе сказать, что результаты есть, и не я одна, кто может это подтвердить, что если все делать, опять же, по схеме, то результат будет стопроцентный. Конечно, если ничего не делать, а просто заходить в чат, почитать, то, конечно, нечему удивляться, как говорится, тут нужно быть ментально готовым что-то в себе менять, и вот есть такой прекрасный способ легким, скажем так, путем это все сделать, потому что если сравнительно легким, потому что если ты сам начнешь изучать, искать эту информацию, тебя может 10 лет на это уйти, а так собрана информация профессионалами, бери и делай, все зависит от тебя. Да, полностью согласна, тут еще такая информация, которая, она не очевидна в источниках, почему вот многие люди приходят, потому что зачастую на курсах типичная такая, знаете, информация, которая, в общем-то, на поверхности, а у нас тут иногда такие методики, я думаю, вы понимаете, о чем я, которые никто не знает и никто не расскажет, именно методики молодости, потому что если бы они у них были, то они бы и выглядели молодо, а они не выглядят молодо, потому что у них нет этих методик. И обычно еще хотела добавить курсы, создаются вот прям видно в открытую, что не созданы, чтобы просто заработать денег и на результат создателям все равно, а тут ты действительно приходишь и ты действительно видишь результат, то есть тут видно, что вложена душа, что человек сам через это прошел, а не так, как люди даже не знают, о чем они говорят. Спасибо большое, очень приятно, дорогая, в действительности да, потому что я с детства не хотела стареть, я очень боялась, вообще впервые в 13 лет об этом задумалась, мне было страшно, я вот с 16 лет собирала информацию, много чего пробовала, чтобы себя заморозить именно в таком возрасте, вот, поэтому с удовольствием делюсь своими знаниями с вами, спасибо вам огромное за вашу энергию, за ваше участие, за вашу работу, и может быть, тогда, перед тем, как мы закончим, вы хотите дать какое-то напутствие нашим, скажем так, соратникам, которые с нами на курсе, и тем, кто в нашей группе «Эталонный аватар», где мы выложим это видео, для тех, кто еще сомневается и так и не знает, стоит ли ему приходить, вот, какие вы могли бы дать им напутствие, вот, в их ситуации. Давайте сначала Виктория, потом Анастасия. Я вообще хотела, да, от себя сказать, что я бы очень порекомендовала сделать это сейчас в этом году, купить этот курс и зайти на него, чтобы с нового года уже начать изменения в свою жизнь, то есть, эту энергетику уже, как бы, получить до того, как произведут, как бы, куранты, вот, и хотела еще добавить, что, вот, я же буду в чате, я буду поддерживать, вы будете видеть, как все делать, так что, все будет максимально легко, если что, спрашивайте, я помогу, поддержу, вот, обязательно. в действительности, да, спасибо большое, дорогая, это действительно важно, когда кто-то помогает, я так всегда радуюсь, когда в нашем чате наши участники общаются, друг другу дают советы, вдохновляют, мотивируют, в такой атмосфере очень просто развиваться и хочется, хочется рассказать о своих радостях и не боишься рассказать о каких-то поражениях или о чем-то еще, такая, знаете, родственная атмосфера, как будто бы мы все одна семья и это на самом деле очень круто, спасибо вам большое. Анастасия, а вы что бы могли бы им порекомендовать, посоветовать или какое-то дать им напутствие вот нашим и тем, кого еще нет с нами? Я бы могла порекомендовать, во-первых, не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, а во-вторых, если у кого-то есть какие-то сомнения, то лучше попробовать и это станет для тебя уроком, чего, я уверена, не случится, если человек прикладывает усилия, чем не попробовать и потом всю жизнь об этом жалеть. Поэтому как можно, скажем так, еще о чем-то думать после результатов тольких людей? Конечно, конечно, полностью согласна. Я вообще вот считаю, что человек, он должен, если чего-то хочет, брать и делать, потому что очень быстро слетает мотивация. Вот вы сегодня решили, и если сразу не сделать, у меня даже так с мыслями всегда, медитация, если что-то приходит, если я сразу не зафиксировала, все, оно улетает. Поэтому очень важно вот уметь вот это состояние, готовность, терпение схватить и развернуть его, и воспользоваться им. Поэтому вот очень верные слова, спасибо вам большое. Благодарю всех наших участников и, конечно же, наших главных участниц за то, что мы сегодня с вами вместе собрались, так прекрасно пообщались, очень подняли мне настроение, и напоминаю, что завтра у нас с вами тоже разбор. Приходите в 20.00 для Стандарт Плюс и ВИП и 21.00 для группы нашей Стандарт, просто Стандарт Бюджет. Буду вас ждать, делитесь своими новостями, радостями, вопросами, и будем подводить итоги перед Новым годом, а с Нового года переходить во второй блок и просто рвать этот мир в плотча и свою реальность просто преображать до предела. Так что я вас всех жду завтра. Спасибо большое, дорогие. Всего вам доброго и до встречи. До встречи. Если сможете, вы сможете встретить. Будет классно. Да, до встречи, до свидания. Спасибо всем, дорогие. Удачи. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok